Добрый день, меня зовут Борисова Альбина Евгеньевна, мне 33 года, я мама троих детей, и мы всей семьей решили выращивать клубнику. Посадили одну маленькую грядку, и с этого момента у нас, в общем, интерес все возрастал и возрастал. Когда мы получили урожай на две недели раньше грунтовой, у нас интерес, наверное, возросся в разы, так как ягода была очень крупная, сладкая, либо это нам так казалось, потому что вырастили мы ее сами, и она была выращена с таким большим трудом и с большой любовью. Сегодня я хочу вам показать наш сад, и самое главное, это нашу клубнику. Сейчас мы находимся в одной из теплиц. Ягода у нас постоянная, начиная с самого летнего сезона и заканчивая поздней-поздней осенью. В прошлом году мы собирали урожай с самого лета и до 2 ноября. Во-первых, эта ягода своя, то есть местная, домашняя, непривозная. И сорта мы тоже выбираем такие, что были ранние, средние, поздние и ремонтантные, которые плодоносят практически весь сезон. И вообще сладость ягоды, она же зависит не только от погодных условий, от того, как выращиваешь. И, значит, ягода, она вкусная, она вкусная по-своему. Она имеет свой вкус, свои отличительные черты. То есть еще нужно знать обязательную степень зрелости каждой ягоды и каждого сорта. Вообще выращивание клубники – это на самом деле очень трудоемкий процесс. Первое, что вы должны сделать, это выбрать правильную рассаду. Рассада должна быть крепкая, здоровая. После того, как вы ее посадили, соответственно, нужен уход. Это полив, подкормки. Получается обработка от болезней и вредителей. Это обязательно. Эта система называется инжектор вентурии. Вот это. То есть я этот кран перекрываю, вот этот открываю, и подкормка засасывает, получается, через это ведро. Поступает туда. Больше. Вообще, интерес клубники, вот, наверное, возник у нас три года назад, когда я уже была в 3.53, времени стало больше. И вот постепенно, постепенно, в общем, появился интерес клубники. А сейчас, кажется, вообще невозможно жить без нее. Рассаду вообще мы выращиваем сами. Изначально мы заказывали все сорта с питомников, потом мы их сами размножили. И вот что, что сейчас все растет, это вот вся своя рассада. Да, это наш семейный бизнес. Мы работаем вместе с мужем. Вообще, в любом деле нужна, конечно, поддержка. Если бы не поддержка мужа, мне кажется, я бы никогда в жизни не начала вообще, не затеяла бы это дело. Да, муж у меня работает в пятидневку. То есть после работы приходит домой, и вместе мы выходим в огород. Но это, соответственно, труд, знаете, очень сильно сближает. Когда есть общая цель, есть общие интересы, есть о чем поговорить. Нет времени ругаться. Ну, все в интернете есть, в принципе. Там посмотреть можно, как все делается. Летом уж ошибки были, какие-то недочеты, но вроде получилось. На одно входное здесь. Постоянно либо у родителей еще там помогаем. Будет хватает, честно. Тяжело, не скажу, что легко. И не всыпаемся нам, но это пока лето, сезон. А потом зимой, наверное, будем отдыхать уже. И до сих пор уже 10, ну, наверное, где-то 10 заходим. Там что-то стемнеет уже, ничего не видно бывает. Фонарик мы там вот соберем, ягодный вечер. Как говорится, хочешь делать хорошо, сделай сам. Вообще, наверное, мне кажется, секреты есть у каждого клубничника. Но никто не говорит в точности, что конкретно как делается. Это все, знаете, приходит с опытом. Потому что у всех разная земля, разная вода. И каждый уже подстраивается под свои условия. У нас точно так же. Поливать клубнику нужно по мере высыхания. И во время созревания ягод вообще желательно ее не поливать. Так как ягода будет водянистая и невкусная. Нельзя смешивать некоторые препараты. Это тоже нужно знать. И вообще в клубнике, в выращивании клубники важен такой момент, что лучше не додать, чем переборщить. Вообще, очень крупный сорт, это сорт Азия. Это как, знаете, как яблоко. Даже вот смотришь на нее и не верится. И как бы средний вес этих ягод, ну, примерно вот 70-80 грамм. Для кого-то важен размер. А для кого-то, нет. Для кого-то, на самом деле, важен вкус. И, знаете, вот на самом деле сорта все разные. И у них все они отличаются по вкусу. Раньше я не понимала, ну, как бы клубника клубникой. А сейчас мы кушаем ягоду, даже по вкусу можно определить, какой это сорт. Это мульчирующая пленка. Она специальная, специальная под клубнику. Она уже идет с перфорацией. Перфорация специально уже, то есть с отверстиями. Во-первых, это защита, то есть борьба с сорняками. И, во-вторых, земля быстрее прогревается. Соответственно, ягода быстрее трогается в рост и зреет быстрее. Мы потом усы срезаем, грядки все очистятся. А усы уже мы делаем для себя рассаду. Вы знаете, основные наши грядители – это птица. И поэтому мы с ней вот решили бороться так. Это вертушка. Она уже, знаете, кстати, очень хорошо работает. Смастерил ее муж. Она своим звуком отпугивает. А это у нас имитация птицы. Она как бы своего рода тоже считается отпугивателем. Это Азия. Она уже мелкая, эта цта уже все отплодоносила свое. Вот такие вот интересные ягодки она дает. Это уже, конечно, мелочь. Все уже закончилось. Это сенсация. Смотрите, она такая по форме. Она круглая. Видите, они отличаются не только по вкусу, еще и по форме отличаются. Они родственники Азии сенсации, да? Да, они похожи. А вот Азия, сенсация, она улучшена Азией считается. Это работа сезонная. То есть сезон от работы, а дальше мы отдыхаем. Мудник, она требует каждодневного внимания и каждодневного ухода. Работа здесь, в принципе, есть всегда. Если ты один день не поработала, значит, на второй день ты работаешь в два раза больше. А так иногда вы думаете, столько дел, столько дел. Даже вот не знаешь, за что взяться. А на самом деле Земля, знаете, она дает энергию. Вот вся усталость, все-все проходит, все снимает как рукой. И, во-первых, это как бы физическая активность. Нужно работать. Нужно работать в первую очередь и для себя, и ради себя, и во благо других. Садили, кроме клубники, вообще все у нас растет. Здесь у нас растет красная свекла. Дальше у нас растет лук. Здесь у нас морковка. То есть у нас, в принципе, каждый сантиметр на нашем участке все занято. И здесь у нас растет картошка. Вот многие удивляются. Это все? На самом деле это все. И нам этого вполне достаточно. Цветы я любила всегда. Это клубника у меня, как бы, любовь появилась только потом. А цветы я всегда-всегда любила. Потому что я считаю, ну, невозможно не любить такую красоту.